Я считаю, что, во-первых, как мы выросли оба в 90-х, мы понимаем, что мужчина должен отвечать за свои слова. Рамзан, у меня просьба, думай прежде чем говорить, потому что ты как бы не последнее лицо, популярное, лидер мнений, как сейчас говорят, блогер, журналист, как угодно себя называй, академик-журналист. И тем более, как академик, наверное, как умный человек любой должен просчитывать свои последствия, потому что и мысли, и слова, они материальны на некотором уровне, и всё, что сказано, всё, что сказано в том или ином мире, материализуется. Я прошу и Рамзана, и всех остальных думающих людей уже, и не думающих вроде Киселёва, забыть слово на букву «Я». Вот этот вид бомб, прошу никого не упоминать, ни к чему нам эти вот осадки, это изменение климата и эти массовые жертвы, которые будут вызваны вот этим вот неизбирательным оружием массового поражения. У меня просто призыв такой, хватит пиарить, мусолить эту тему, потому что прогнозное программирование работает, и нас к этому подталкивают. Подталкивают очень давно, и силы враждебные всем коренным народам России. И вот на этой замечательной ноте я закончу, в кавычках замечательной, эту часть, и действительно по мосту и по событиям я сделаю следующий ролик. Это будет третья часть, 22-й части, либо отдельная 23-я часть. Да, наверное, на этом закончим. И 23-я часть будет «Хроник безумия» по ударам по мосту и взрывам на газопроводе. Добра, соратники, держимся, всё интересное только начинается. Продолжение следует...